С начала этого года было немало новостей о сбитых на трассе лосях. В этом году лосенок погиб недостоиво, перепрыгнул через забор, споткнулся и упал. Непредсказуемость животных – главная опасность для водителей. С начала года на территории Рязанской области произошло 62 дорожных транспортных происшествий, связанных с наездами на животных, в котором один человек погиб, 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Ну, естественно, что травмы различной степени тяжести получают при наезде до достаточно крупных животных, таких как лось, косуля, либо домашний скот, таких как корова. И при попадании, соответственно, при столкновении с ним, вся эта масса падает на лобовое стекло, где не получить травмы, наверное, достаточно проблематично. Выбегающий внезапно на дорогу лось – большая опасность. Спастись можно, соблюдая определенные правила. Если перед вами трасса через лес, и вы видите знак «Дикие животные», то ограничение скорости – это руководство к действию, особенно в ночное время. Чем ниже скорость, тем больше шансов успеть оттормозиться. Знак «Дикие животные» ставится не просто так. На таких участках внимательно следите за дорогой, просматривайте обочины и встречную полосу. Раньше заметите животное, больше времени на реакцию. В темное время суток и в тумане ваши фары должны светить безупречно, а стекло – быть чисто вымытым. Любое движение, темный силуэт у дороги, блеск глаз могут оказаться крупным животным. В темноте все, почему вы сможете опознать лося – это светящиеся глаза. Лось – животное непредсказуемое. Не сигнальте, не включайте свет и не пытайтесь прогнать лося с обочины, если он близко. Скорее, есть вероятность, что кинется вам на перерез, чем обратно в лес. В случае, если произошло дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на животное, неважно, будь то дикое животное, либо домашнее животное, составляется административный материал и проводится определенное расследование, по результатам которого уже определяется, что послужило причиной совершения данного дорожно-транспортного происшествия. Допустим, если это был скот домашний, то уже можно привлечь как водителя, так и погонщика скота. Что же делать, если вы все-таки наехали на животное? Окажите помощь пострадавшим, если таковые имеются. Вызовите скорую. В состоянии шока можно не заметить серьезных травм. Вызовите ГАИ для оформления ДТП. Возмещать ущерб за разбитый автомобиль вам никто не будет, если у вас не каска. Но и на разбитом автомобиле без ведома ГАИ ездить чревато. Это будет считаться самовольным оставлением места ДТП. Не пытайтесь забрать сбитое животное с собой, неважно с какой целью. Это может рассматриваться как незаконная охота, за что предусмотрено административное правонарушение и штраф. Увидев лося вдалеке, сигнальте. Дайте знать другим водителям об опасности.